Чат, не забываем сабаться, мне нужно кое-что еще настроить, она сломалась, так что сабайтесь, или сабайтесь, алло, come on, получается сабаться побольше надо, алло, во, все настроено, совсем другое дело, че, чат, как дела, че делаешь, мы сегодня запускали стрим с толкача, как вы знаете, мы это любим, такое бывает, ничего не слышно, ну ты это, как его, почини, там я не знаю, опять все сломал? Уже неоднократно говорилось про то, что, что мне нужно отключить обновление Windows, вот сегодня скачалось какое-то бешеное обновление, которое останавливалось реально минут 30, наверное, при том, что SSD-шник и вот эти все дела, я че-то, короче, в шоке был, покажись, а я думал, что меня видно, а че, меня не видно, оказывается, получается так, здравствуйте, дамы и господа, 7 минут у меня обнова стояло, все, у меня че-то, короче, я знаю, что нужно выключить автоматически обновление, и я знаю, что это пара кликов, но в результате че-то, короче, нет, я этого не знаю, не делаю, я че хочу сказать, во-первых, сегодня я слегка опаздывал, потому что я все-таки отдал свое кресло, свое облезлое кресло другу, он заехал, вот, поэтому сейчас я сижу на запасном, оно менее убито, чем то, но у него один подлокотник отломался, вот, поэтому The Exit, это камеры, на которых, ой, камеры, говорю, кресла, на которых ломаются подлокотники, вот, мы избавились от еще одного кресла, я сегодня буду играть на ВСД, потому что, ну, мне снова наклеили вот это вот, понимаете, вот, поэтому, как это, этим нажимать на W, я не знаю, коробки поменялись местами, это потому что я коробки сюда себе на подлокотник поставил, потому что иначе, ну, без подлокотника неудобно, и я вообще не знаю, каким образом, это тот, что они могли приварить, да, там полностью все надо разбирать, чтобы его поставить, я вообще не знаю, это ремонтабельно или нет, продолжаем конфликтовать, серьезно, а ну-ка, что там такое? Нужно заметить, что один стример назвал другого сучки, я считаю, что это начало большого скандала, нужно понять человека, потому что у него нет опыта общения с людьми, и поэтому приходится иметь большое количество воображаемых друзей, вот, с одним из них мы сейчас видели, как он общается, ну, как-то бывает, в принципе, поэтому обид больших не держим, давайте на... Сучка обиженная, ну все, жди разбор полетов на ютюбе, Артур, хотя нет, у тебя ютюб больше, меня там просто закидает же... Закидают, закидают еще как... Давай, дружить! Эй, бро, когда кооператив-то надоел уже? А, дружить? А, ну все тогда получается, конфликт исчерпан? Ммм, ну ок, хорошо, в струю попасть, можно скрестить струю на самом деле, ладно, ну, как бы бывает, ну, если говорить, что конфликт исчерпан, то, в принципе, я считаю, что это нормально, угу То есть, я приму то, что я сучечка и приму, что он, ну, не совсем нормальный и общается с воображаемыми друзьями, ладно, окей, в принципе, вполне себе В интернете начинается бурление Говен, вчера прошла конференция Юби Форвард, и я в очередной раз понял, что несмотря на то, что я играю в большое количество игр, уже на протяжении продолжительного промежутка времени Я вообще не разбираюсь в графике, по всем играм, которые там показали, люди говорили, что там очень плохая графика Я такой смотрел просто и думал такой, ну, окей, ладно, плохая, наверное, потому что, вот Как бы, да, Принц Перси выглядит всрато, но при этом он не выглядит настолько всрато, как там люди хейтят, там же опять заминусовали ролик Я просто считаю, что, как бы, ну, посмотрим Мне понравилась, на самом деле, только одна игра, прям очень сильно понравилась у Юбиков Это та игра наподобие Фулгайз, только на великах, вот это вот все, это, по-моему, будет супер весело, я хочу это на стрим Люди ждали ремейка на уровне Мафии и Резика Я не знаю, на самом деле, у меня, в принципе, как бы, то, что я увидел, это, ну, Принц Графика странная, но я бы не сказал, что она плохая, я еще раз повторю Как выяснилось, у меня нет критического мышления, я об этом говорил еще лет, наверное, 5 назад, что у меня его нет Я увидел такой, окей, поиграем, поиграем, графика, ну, пойдет, ладно Я просто не понимаю, я, наверное, потому что вырос в те времена, когда хорошей графикой считалась ЕГА-графикой Один пиксель на экране, который стреляет другой пиксель И времена PlayStation для 3D-графики, ну, первого PlayStation, когда три полигона изображали сиськи Лары Крофт И мы на это страшно фапали, люто и неистово Ой Вот, поэтому современная графика мне нравится всегда и везде Ну, как-то ок И я просто при этом хочу сказать, что я не оспариваю ваше мнение по поводу того, что там где-то плохая графика Я просто понял, что я в этом не разбираюсь Вот и все, как бы Принц, моя подростковая секс-мечта А сейчас что? Уж лучше восьмибитный Может быть, ты просто не подросток, у тебя секс-мечты теперь другие? Может быть, ты стал здоровым, взрослым снобом? Не знаю Люди зажались, нам старым не понять Вот именно Нам давали игру Одна игра в месяц Вот тебе скинули игру, ты ее скачал на пиратке И сидишь, играешь, потому что других игр у тебя нет И тебе пофиг, хорошая игра, плохая, ты ее заигрываешь до дыр Так было на Sega, на Dendy, на Spectrum И так стало и на PlayStation 1 Сейчас, типа, у игр, по-моему, гораздо более серьезный уровень Но при этом и люди зажались Потому что слишком их облизывают издатели Я не говорю, опять же, что Prince хорошая игра Или что-то вот в этом духе Но просто игра как игра Я посмотрел такое, ну, не знаю Не понял я, короче, сути претензий Просто игра какая-то Ну, с другой стороны Моя жопа бы сгорела и меня унесло бы куда-нибудь На орбиту Юпитера Если бы я увидел такой ремейк по Metal Gear'у первому Вот У меня бы так жопа сгорела Я бы тут ходил и первый, короче, разносил все вот эти вот Ютуб, там, трейлеры и тому подобное Это называется стремление к лучшему? Может быть, может быть Я это называю Я не токсичный человек, поэтому я это никак не называю Я просто хочу сказать, что Слишком завышенные требования к играм стали в последнее время Сюжетом не надо, но графику подай, понял? Я просто реально Вон, про Last of Us 2 вспомнили Просто хочу напомнить, что Приходили люди и говорили про то, что Last of Us 2 херовая графика Это при том, что Ну, как бы На мой взгляд, это, наверное, самая красивая игра на данный момент На втором месте RDR Второй, наверное, но при этом надо понимать, что RDR с открытым миром А Last of Us 2 При всех своих достатках Которых, конечно же, нет Просто, ну, я, наверное, зашоренный идиот Вот, а игра хорошая Ну, графика там реально вне всякой конкуренции Там реально у Эбби Видно, как мускулы под кожей, понимаешь? Двигаются То есть там такая бешеная детализация всего Что я просто вообще не знаю God of War вышел Повторюсь, люди просто запарили тогда модераторов Типа, игра говно Графика говно Да и Кратос не тот Был молодой, стал старый Я такой, что я не увидел там плохой графики Но и не увидел хороший Раньше не было графики Так всем был интересен сюжет А теперь если графика говно То никто даже на сюжет не будет смотреть Возможно, ты прав Как эта игра называется? Которая вот типа Fall Guys Я забыл Уже забыл Игра типа Zelda Не знаю Я не смотрел больше геймплея Она выглядит Я не знаю, как это охарактеризовать Графика там вполне себе норм На уровне той же Zelda Но с ней что-то не так Выглядит она максимально неправильно Вот эти пропорции персонажей Их морды Они не выглядят правильно При том, что они как бы кукольные Riders Republic А, вот, понял Она просто стиль отвратительный Стиль просто отвратительный Она максимально вторичная Ну, я хз Типа, вторичность Это не всегда плохо Ну, как бы Если геймплей будет норм Если можно будет циферки отключить Я, конечно же, побегаю Но, скорее всего Пока что мой прогноз Что это просто игра на один стрим То есть посмотреть ее и забыть Все Давай посмотрим Мне очень понравилась сама идея Я еще говорил неделю назад Вам когда в Fall Guys играл Что скоро пойдет Ввиду успешности этой концепции Большое количество клонов И я сказал, что вот клон Какой-нибудь более такой реалистичный Чтобы там, ну, какие-то люди бегали Был бы крутым Я, правда, сказал, что Если бы там еще бошки отлетали И кровища была бы Это было бы просто 10 из 10 И тут такого нет Но при этом, как бы Выглядит довольно любопытно А сколько здесь человек будет ездить? Я прям жду Эта игра для стримов Просто замечательно Посмотри, какая дичь, боже Это же будет хорошо Но это как бы ролик Это не игровая графика, судя по всему Стив 2? Нет Это именно Fall Guys Это понятно, откуда уши торчат Эту игру Скорее всего Сделали месяц за три То есть Ну Уже на наработках того же Стива На наработках их Других игр с открытым миром Они просто сделали игру В месяц за три После того, как Вот эта вот вся тема Там С Fall Guys Стало понятно, что Замес на 50 Это норм Это выглядит тупо Как мод на Стив Да, да Но при этом Повторюсь, это будет круто Это то же самое Как Fortnite Допустим, вышел Он был никому нахрен не нужен Пока в него не добавили Battle Royale Который перевернул все Кто-нибудь вообще Играл в соло Fortnite Ну, вот эту Коопную кампанию Игра на выходные С друзьями Игра для стримеров Игра для стримеров Идеально просто Это же Ubisoft Они просто притащат Кучу транзакций И все свалится в какаху Fall Guys Да, мэкспода Транзакции Они тут сами С собой напрашиваются Очевидно, они тут будут Это будет весело И больно Я думаю, это будет Супер круто Ну, реально Если там Как в Road Rush Еще можно будет Бить врагов локтями Допустим Или там Разводными ключами По голове Блин, я какой-то маньяк Я думаю, что будет норм А по поводу Принца Ну, я не знаю Честно говоря, что там думать Я просто думаю, что Ну, Принца Принц вышел Вот Люди там реально Очень сильно недовольны И у меня такого нет То есть Дикого хейта в сторону Игры у меня нет Во-первых, мне нужен голос Гланса на озвучке Конечно же А во-вторых Ну Очевидно, что Они тут, типа Игру делали с нуля Понятное дело Что не очень хорошо Но делали Посмотри Вот здесь Если на стоп-кадре Посмотреть Вообще Они все выглядят Как Sims Но здесь Фара Я не знаю Короче Я сегодня Начал проходить Первую часть Заново Выглядит намного круче Это эффект утенка Так, сейчас я тебе покажу У нее просто стиль другой Да, выглядит как Джиллен Холл На самом деле Вот это реально По-твоему Выглядит лучше? То есть Оригинал По-твоему Реально выглядит Лучше графически? Ну я хз Честно Ну Даша правильно Сказала Там была По тем временам Просто супер графика Когда игра вышла И Симуляция Вот этих Вот Тканей На одежде То есть одежда мокла Одежда двигалась При том передвижении Стили атмосферы В оригинале лучше Ну это уже вкусовщина Ну человек мне говорил Что технически Оригинал лучше Эхазе Повторюсь Я уже выяснил Что я совершенно Не разбираюсь в графике Потому что по мне Графика ну Она не супер Она такая типа Ок Вообще абсолютно Народ хейтит Так что скорее всего Народ прав Стили атмосферы В оригинале лучше При этом говорили Что это при альфа версии Я думаю Что прислушаются к игрокам И возможно Все таки Изменят что-то К лучшему Вчера просто Некогда было переводить Из-за колоссальной занятости В виде аналитики Но там большинство Кто делал игру В открытой говорили Что у них нет Никакого опыта В игровой индустрии Это их дебютный Проект Продукт Дерьмовая графика В ремейке Ну вон Видишь люди что говорят Я тут такого не вижу Я всегда считал Что я в этом разбираюсь Оказывается нет Ну получается что Хотя ладно Я всегда говорю Что я в этом не разбираюсь Мне любая современная графика В принципе норм Ну Типа как бы Я при этом признаюсь Что игра выглядит хуже Чем Принц Перси 2008 года Нет Не 2008 А вот этот вот ремейк Который был Который еще с видеокартами Раздавали Который просто Принц Перси назывался Ну не мультяшный А после него Который был Та игра выглядела Лучше чем эта Но здесь сойдет графон Ну Пойдет Просто кажется Будет этим заниматься Как от инди студии О Точно Этот как его Помните ремейк готики Который делали По сути на коленке Выглядит примерно вот так же Но опять же Ремейки готики Я сказал что графика Сратая но пойдет Вот здесь у меня Те же самые ощущения Но что там Мега дерьмово Ну мне кажется Ребята вы реально Зажрались Я понимаю что у нас Сейчас в принципе Аудитория игровая На всяких вот этих вот Площадках И новостных сайтах Это те еще Драма квины Но Так оскорбляться По любому поводу И устраивать Дизлайками Там ревью бомбинг Ну я хз Честно говоря Людям хоть что-то Дают Я мне нравится Я за любые ремейки Я уже говорил То есть оригинал У тебя остается Тебя дают ремейк Хочешь играй Хочешь нет Мне внешность В оригинале нравится Гораздо больше Но я при этом признаю Что здесь детализация Сильнее в разы Как бы Да мне кажется Здесь просто освещение Нужно полностью переделать Освещение Выглядит Ну как-то Из-за освещения Все выглядит Засвеченным И каким-то Пересвеченным Как будто Ну я не знаю Мне кажется Проблема не в самом графоне А в возможности Не игре Ну мы это посмотрим Посмотрим Просто многие Ожидают ремейки Уровня Resident Evil И Final Fantasy 7 Но это их проблемы Хотя скорее всего Издатели Потому что Эти которые ожидают Ну синдром завышенных ожиданий Они будут потом Бить игроков О издателей Нравится что врагов Сделали не как зомби А из песка Не знаю Мне это как раз таки Не нравится Ну и зачем детализация Все равно Анимации Стиль важнее Гораздо Завитушки в динамике Все равно не разглядишь По твоей логике Можно играть в игры С кубами Понимаешь Какой нибудь Майнкрафт И все Как бы Зачем Зачем делать детализацию Если ты ее все же не видишь Я не знаю Короче Ну Выглядит не хорошо Неплохо Просто как-то Ок Слегка напоминает Какой-то При этом Игру с хорошей графикой На которой какой-то Васян Эдишн И НБ мод Натянули И поэтому освещение Все какое-то Пересвеченное Модельки Прям ну очень Непрофессиональные Ну да Я говорю Что они как Симсы какие-то Альфа футаж Если что Типа Я надеюсь Что они многое Тут переделают Освещение И тому подобное Слабовато Но не супер Дерьмово Не знаю Я об этом говорил Кто-то сейчас Опять подумает Что я выгораживаю игру Потому что у меня Нет критического мышления Это так Даже плохие Ну да Но как бы Я бы не сказал Что это супер плохо Выгодит Эффекты песочка Короче Не знаю Выдет посмотрим Я не вижу здесь Чего-то супер плохого Не вижу супер хорошего Чего-то Вот так вот скажем Кстати может быть Проблема все это Гамме Слишком контраста Больше серости Как бы в оригинале Может сойдет Так подожди Я сейчас хочу посмотреть На Принца Персии В каком году вышел 2011 по-моему Или в каком году вышел Принц Персии по-сеней А ну нет Она как раз таки Выглядит супер серо А в моей памяти Она так графонисто Выглядела Так что guys Тут типа Накладывается еще Синдром утенка Ну здесь очевидно Что график Ты посмотри на это Окружение Геометрию В разы слабее Чем в новом Ну и хз короче Забытые пески Которые Не которые вот этот Типа просто Принц Персии Там или как Я уже забыл Как она называется Она так и называется По-моему Забытые пески Выглядит целым неплохо Но не от студии Квадро Эй Проектов Забытые пески Да она так и называлась Кстати очень странная Часть какая-то Я недавно у Джека Марафон смотрел По принцам И она реально Самая скучная По-моему Вот эта вот Forgotten Sands Да Не она Она плохо выглядит Я думал Она лучше выглядит Только персонажи Детализация персонажей Да и все По сути Что сегодня играем Сегодня максимально Потупение Потому что сегодня Опять был тяжелый день Поэтому я просто играю В Аптипулу Все Сегодня ничего Больше не ждите Окей Просто в Аптипулу Сегодня играю Я сегодня Как обычно упор А Крэш Демки нет В Крэш Я уже договорился Что на старте Буду играть И это будет забавно То есть я договорился С Активижнами Еще я договорился На новый сезон Колды То есть надо будет Диму Тему созвать У них будет всего Одна задача Защитить человека С клешнями Вот Эй Смыси Эй А как выйти то? Как отсюда выйти? Escape? Backspace? Нет? Я опять не то нажал Господи Хотя бы скажи Какой фирмы Игровых кресел Ты могу посоветовать Для покупки Никакую Игровые кресла Это Ну такое На самом деле Ты знаешь Я пользовался Многими В целом На них можно сидеть И местами Они даже удобны Но это Не самое полезное Для здоровья кресло На мой взгляд Определенные кресла Тебя могут инвалидом Сделать Вот это вот Всякие боковые поддержки Под поясницей И тому подобное Очень часто Это Не самая лучшая идея Купи какое-нибудь Ортопедическое кресло Вот где будет Реально полезно Погугли Они дороже Но Либо купи обычное В Икеа И оно будет Ненамного хуже Геймерских кресел Только Красивая расцветка И внешний вид Но Перед кем тебе понтоваться Чекнул цены На ортопедические кресла Они вправду дороже Хотя есть и по цене Средних игровых Да Но они определенно Хотя конечно Все индивидуально Нужно под себя кресло подбирать Если ты проводишь Много часов за компьютером Я рекомендую тебе Очень заботиться Этим вопросом Потому что От твоего здоровья Будет зависеть Половина моих знакомых Стримеров Имеют проблемы со спиной И типа Это Ну не очень хорошо Как бы Ты понимаешь Да Мой любимый NPC Это я что ли Дед Вчерашний Дед из Sims Короче Это все надо Выдернуть И на сапки поставить Боже Эти танцы Боже Я начинаю Возбуждаться С левой Да и с правой Ты посмотри на них Боже Эти танцы Поднимайся наверх Лишь 14 шажков Ты не пожалеешь Поверь мне 14 шажков Понял Так 14 шагов Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Десять Одиннадцать Двенадцать Тринадцать Четырнадцать Что делать то Кажется меня обманули Она испарилась Куришь Да Но ты кури Кури Помоги Помоги Пожалуйста Я смерть Я ночи Разрушение Помоги Пожалуйста Боже Как же она летает В смысле Вы же Типа Не против Того Что здесь Происходит Да Потому что Иначе Я найду вас И буду делать Такие вещи О которых В принципе Даже в газетах Не пишут Ты что Приказываешься Я не пойму Да что же Происходит Это сегодня Господи Боже Как мне неудобно С этим пальцем Я не могу Нормально ходить Я нажимаю Стой Стой Бежать некуда Она Как я ее пью Смотри Она просто стоит На похер Ты не судья Но настало Время Встретить Своего Палача Ай Так вот В чем Духота Я понял Это была Возможной О он горит Я правда Тоже Но горит Он довольно Хорошо Надо сказать Изи Видели Я не буду Я не буду За тебя Убирать Арториас Так Так Здесь у нас Все нужно А здесь У нас Всякая шняга Допустим Вот это Можно продать Вот это Можно продать И вот это Можно продать Блин Там что-то Важное Было На них Написано Прикинь Что-то Сюжетное Продал Что Арториас Не продавай Кольцо Важное О Иди сюда Что Попался Все-таки Да Ну В общем На Получи На час Тебе Будешь Меня еще Обманывать Я Ночь Я Вайерист А что Она там Контактную Линзу Потеряла Да Здравствуйте Ну Что Парни Обосрались Да По-жидкому Ну Я Такой Когда На меня Смотрят Мужчины Они Как правило Обсираются А женщины Конечно же Происходит Нечто Другое Когда Смотрит Женщина Срешься Ты Так Слышишь Ты Ты Бан Захотел Явно Вот Посмотри На Готов Я Готов Ладно Свободен Так Хорошо меня меч красиво такой потанцовывает так хорошо есть определю меня куда-то везут куда у меня позди комп мощными способностями к выживанию так намного подожди слышу там какие-то дзинька не там опадут так пойдем к на стрим посмотрим к ней а он она же идет и типа подожди у нее типа стрим выключился даша на стрим вроде есть она сказала что выключить стрим выключила проверить она сама выключила да о господи сейчас упаду на этом стуле даша чат послушай музыка сейчас пойду и узнаю окей что там вообще произошло ну шо вы там паникеры драмы квины как обычно страшно сидела нормально все хорошо расскажите мне что без меня происходило за подотчетный период поделитесь этим со мной я жажду алчу немножечко капнула сверху но не попала в жизненно важные органы компьютера все протерли ничего страшного не обнаружил так что если бы были хоть какие-то подозрения я бы запретил даже запускать стрим вообще включать этот комп некоторое время пока там все не изнюхаю но все настолько нормально что не волнуйтесь все хорошо все хорошо придурок я его ел что наделал еду нельзя портить здравствуй брат не хочешь немного перепихнуться ну давай люблю сильных молчаливых типов иди-ка сюда а гулял его смотри они просто пососал ау дед ты чего там прячься выхо дед выходи здорово иhelm Суприз Ну мы то конечно не так Огогогого Ааа бежим Ну нахер сама разбирайся анимешницы Я ваших анимешных хентаев не смотрел О май О май Нет Давай что ты будешь делать а Давай кинь меня Кинь меня эту вещь кинь я здесь Женщина ты стреляешь колонну Мы так не выиграем Ай блин Завалило меня рыбой Стреляй господи давай 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 молодец Ебать Если бы он стоял на месте может быть полегче было бы конечно Оооооооооооооо Секретная техника Заговариваемые зубы Страшно смотрю на него Это вводит вам в транс Знай что с тобой сделаю я внушаю тебе какие страшные вещи я могу сотворить с тобой привет тут новых ним нормально так ладно чат на сегодня все потому что я пошел гулять собаку там идет проливной дождь вы не представляете как я хочу это как я хочу туда сейчас идти ночью в 12 ночи в проливной дождь но с другой стороны скоро перееду и там у меня этой проблемы не будет вообще понимаете поэтому я наслаждаюсь поселения деньгами выгул собаки увидимся завтра возможно я завтра склоню людей коопа потому что это нужно сделать потому что в воскресенье скорее всего будет выходной мне нужно будет складывать всякие важные вещи но посмотрим посмотрим так что арты мы тоже завтра посмотрим вот и потом понедельник точно будет выходной и ну да все пока увидимся всем пока а